Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Перед началом митинга священники Святоникольского кафедрального собора отслужили за упокойную литию о мирных жителях, погибших от рук гитлеровцев. Небо заволокло тучами, пошел дождь, словно небеса скорбели вместе с теми, кто пришел отдать дань памяти безвременно ушедшим жертвам фашизма. Гранитный памятник, на котором в небо взмывают журавли, стал еще одним напоминанием о страшных потерях населения нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Канун Великого праздника Дня Победы я хочу сказать от имени всех армавирцев нашим уважаемым ветеранам, которые вместе с нами сегодня находятся на этом памятном месте, тем ветеранам, которые не могут быть в состоянии здоровья вместе с нами, слава благодарности за ту победу, великую победу, которую вы завоевали для советского народа. Память жива, ваш подвиг бессмертен. Противотанковый ров, который соединял армавир с селом Кубанским, стал могилой для 6680 мирных жителей Армавира, Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов. Старики, женщины и дети были расстреляны, отравлены газом в душегубках, зверски замучены в гестапо. Наш народ заплатил страшную великую цену, чтобы победить фашистов. Сегодня, находясь здесь, мы должны помнить и говорить только одно. В памяти павших мы будем достойны. Почтить память павших приехали делегации из Армавира, Новокубанского и Успенского районов. Среди них ветераны и участники Великой Отечественной войны, представители администрации, общественных организаций, казаки, военные Армавирского гарнизона, школьники и студенты. Голоса выступающих срывались, на глаза наворачивались слезы. Слишком высокую цену заплатил наш народ за то, чтобы новое поколение не знало, что такое война. Велика Россия тем, что сохраняется историческая память. И как бы ни было сильно желание тех вот людей, нелюдей за океаном и в Европе перекроить историю Второй мировой войны, перекроить историю Великой Отечественной войны, у них никогда ничего не получится, пока жива эта память. На месте, где в период фашистской оккупации с августа 1942 года по январь 1943-го строчили пулеметы и в ров падали тела мирных жителей, теперь тишина. Память убитых почтили минутой молчания. Участники митинга возложили цветы и венки к подножью мемориала. У гранитного памятника всегда живые цветы. Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани, мирным жителям, погибшим от рук оккупантов, тем, кто выстоял на передовой и каждый день приближал победу.